31 марта в Десногорской библиотеке состоялась презентация передвижной выставки, посвященной 85-летию издательства «Детская литература». Вы сможете познакомиться с раритетными и современными книгами издательства «Детская литература», а также экспозиции кукол с созданными руками детей победителей первого международного конкурса «Атом Кутюр», учрежденного фондом АТРАС. Выставка проходит в рамках литературного конкурса «Атомный пегасик» и «Атом Кутюр». До конца года будет представлено в 10 городах присутствие атомных электростанций. На открытии выставки Александр Новиков, заместитель главы муниципального образования города Десногорск по социальным вопросам, в торжественной обстановке вручил Любови Милосердовой сертификат конкурса лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия госкорпорации «Росатом». Очень хорошо, что такие выставки сейчас курсируют по нашим атомным городам, дают возможность всем нам, взрослым и ребятишкам, ознакомиться с литературой, ознакомиться с творчеством, с поделками. За два года 160 обучающихся в нашей школе участвовали в этом замечательном конкурсе. Для победителей и призеров организуются в летний период творческие смены в лагерях, во время которых ребята участвуют в мастер-классах с журналистами, с писателями, с современниками, ставят спектакли по своим же произведениям и, конечно, сами играют воли, окунаются в атмосферу творчества и созидания. По итогам конкурса издается книга с произведениями победителей. В этом году конкурс «Атомный Пекасик» посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского и Международному году «Мира и доверия». Обучающиеся школы города уже начинают активно участвовать в конкурсе. Мы желаем ребятам достойно представлять всегда наш любимый город Десногорск, творческих побед. В Десногорске первыми участниками конкурса «Атом Кутюр» стали учащиеся нашей художественной школы. Какие задачи были у этого конкурса? Это прежде всего поиск и поддержка талантливых детей. Талантливых детей в области дизайна одежды, развития их творческих способностей. Это предоставление возможности детям пообщаться с ведущими российскими дизайнерами, деятелями искусства, модельерами. Это проведение мастер-классов, это профориентация. Разработка юными дизайнерами коллекции одежды, посвященной атомной энергетике, рабочая одежда, деловая, светская, молодежная, детская одежда. Как сказал заместитель начальника управления информацией и общественных связей САЭС, благодаря концерну «Росэнергоатом» и фонду АТРАЭС, сегодня мы имеем возможность ознакомиться с выставкой. Это хорошо, что организованы такие конкурсы, что много номинаций, и здорово, что на этой выставке представлены книги, на которых мы воспитывались. Передвижная коллекция редких книг посвящена 85-летию старейшего в нашей стране специализированного издательства для детей и юношества «Детская литература». На ней представлены образцы детских книг почти за все время существования издательства, начиная с 1936 года, довоенные, военные, послевоенные, современные книги. Среди экспонатов книга «Когда закончилась война», изданная концерном «Росэнергоатом» совместно с издательством «Детская литература». В нее вошли работы участников и победителей конкурса «Атомный пегасик». Мой рассказ был о моем деде, который участвовал на войне и прошел Великую Отечественную войну. Он прошел полностью, выиграл, дошел до самого Берлина. Стоит отметить, что в Десногорской библиотеке отведено два зала для выставки. Во втором зале представлена экспозиция кукол победителей первого международного конкурса «Атом Кутюр». Куклы из соломки, тканевые, из глины, фарфора, куклы-обереги, русские, народные, вязаные, праздничные. Никого не оставит равнодушным выставка кукол победителей конкурса юных модельеров и дизайнеров «Атом Кутюр» в номинации «Кукла мечты», в числе которых и юные десногорские мастера. Среди победителей есть и десногорцы в номинации «Рабочий атом» Вероника Стальмахович, в номинации «Наш ответ взрослым» Ангелина Саутенкова, в номинации «Деловой атом» и «Атомная неделя моды» Ксения Сверидова. Прекрасные куклы-смолянки выполнены из народных натуральных материалов, работа победительницы-выпускницы Десногорской детской художественной школы Анны Кухтенковой. Посетить выставки в Центральной библиотеке Десногорска 4-го микрорайона может каждый желающий до 8 апреля. Они открыты для посетителей ежедневно с 10 до 18.00.